С воскресением Христовым, дорогие братья и сёстры! Сейчас идут светлые дни. Темой среди нашей беседы будет милосердие. Это одна из таких важных христианских добрителей, которые должны иметь мы все христиане. Потому что без милосердия, оказывается, нет никакой жизни духовной. Милосердие является производной от моей веры. Вот как я верую, так оно в мои дела и всё притворяется. Если я верю искренне и верю в Слово Божие, то жизнь моя меняется, и на самом деле и дела мои меняются. Потому что по вере моей меняются в дела мои. Это очень важно и необходимо знать. Милосердие является одним из тех условий, которые Господь требует от нас. Скажем так, судить Он нас будет не за то, что мы не сделали то-то, 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 не нарушили уголовный кодекс или ещё что-то, а как раз будет нас судить за то, что ты что-то сделал. Потому что вера, она активна, она не пассивна. Не просто я знаю, что Господь есть, и всё, на этом всё заканчивается. Абсолютно неправда. Как раз вера в то, что Бог есть, должна двигать меня и подвигать меня на делание определённых поступков. И эти поступки указаны в Евангелии. То есть, как мы должны относиться к Богу и как мы должны относиться к ближнему. И одним из самых главных критериев является любовь. А из любви уже являются дела. И вот то главное дело, которое является по любви, это является милосердие. То есть, стараться делать добрые дела ближнему своему. Стараться делать так, чтобы угодить ближнему, не себе. Это очень важный критерий. То есть, признак любви, это если я делаю то, что не я хочу, а то, что хочет мой ближний. Потому что мне важно быть с ним рядом и важно, чтобы ему было хорошо. Бог хочет нам делать хорошо. И вот мы должны друг друга делать хорошо. И милосердие является одним из самых-самых важных критериев. Да, Бог будет нас судить. Он нас просит за то, что ты делал. Был ли ты, как в притче о страшном суде, был ли ты в больнице с болящим, был ли ты в темнице с тем, кто заключён в темницу, накормил ли ты голодного, напоил ли ты жаждущего, и одел ли ты нагого. Если ты сделал этому одному из ближних своих, то ты саму Христу сделал. И вот мы, христиане, не должны искать, вот где, кому что сделать доброе. Жизнь нас сама толкает. Если тебе есть деньги, помоги деньгами. Если у тебя есть слова, скажи словами. Если у тебя есть руки, помоги руками. Человек может всегда что-то сделать. Нужно считать, что если у меня нет денег, то я ничего не буду сделать. Или пусть делают в деле милосердия, только лишь богатые и зажиточные люди. Нет. Каждый может сделать что-то. Или, как я же сказал, деньгами, если такие средства есть, помочь. Или же руками. Сделай что-то, что человеку необходимо. Если там есть бабушка, то пойди, помоги ископать огород или посадить что-то. Это вполне в наших силах. Вот это должно исходить не из-за того, что я понуждаю себя, а вот идеал этого состояния, это когда я сам делаю по любви. Когда я это делаю с радостью и с чистым сердцем. Абсолютно мне это хочется делать. Не двигать толка из себя, а мне это хочется делать. Вот это вот по-настоящему. И как раз об этом милосердии, Господь говорил, что такое должно быть милосердие в наших поступках. То есть делать дело добра именно исходя из самого поступка, из желания послужить ближнему. Как Господь служит нам, так и мы должны служить ближнему. У псалмопевца Давида есть такие слова чудные. Иногда мы читаем псалтырь, но иногда проходит мимо нас. И вот он говорит, что твои словеса пачи меда, а твои заповеди, Господи, возлюбил. И закон твой тоже возлюбил. Об этом очень часто пишет салмопевец Давид. И об этом говорится в 17-й экофизме. Так вот, нужно именно возлюбить. Не просто, знаете, исполнять, а главное возлюбить. Если я просто исполняю заповеди, без любви я могу и рискую превратиться в фарисея. Если же я поступаю по любви, то наоборот. Это получается именно тот евангельский дух, к которому мы и призваны все христиане. Этим духом жить и наполняться. Наполнять всю нашу землю, а главное, светить в нашей церкви. Поэтому будем мы милостеренны друг к другу, к тем нуждающимся, не будем проходить мимо беды ближних наших, и тем самым исполнять волю Божию. Потому что Господь как может себя проявить именно в нас, в моих руках, пусть Господи будут мои руки Твоими руками, пусть мои слова будут Твоими словами, и мои глаза Твоими глазами, чтобы я видел то, к чему я должен проявить свое милостердие. Видеть, замечать, а не проходить мимо. Это все рождается от сердца. Еще раз, Христос воскресе, и мы будем милостердить друг другу, братья и сестры. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова